День знаний – главный праздник сентября. Об этом знают даже те, чьи школьные годы уже позади. Не говоря уже об учениках, для которых начался новый учебный год. Первые звонки и волнения, море цветов и белых бантов – это самый долгожданный день для всех, особенно для первоклассников. В атмосферу праздника окунулась и наша съемочная группа. О том, как прошла торжественная линейка в пятой школе, расскажут Надежда Неткачева и Георгий Калинин. Для Ульяны Мишины и её родителей это не просто первое сентября. Это волнительное и запоминающееся на всю жизнь событие. В первый раз в школу, в первый раз в новую самостоятельную жизнь. Ко дню знаний родители девочки – Олеся и Михаил – готовились заранее. Выбирали школьную форму, письменные принадлежности, учебники для дочки. В общем, хлопот было много. Она ходила на летнюю площадку, мы даже не планировали её туда отправлять. Она сама изъявила желание, поэтому летнюю площадку в школе она прошла уже знакома с учителем, с первым хорошо знакома. Знакома со школой. Почему в пятую школу? Потому что я там учился в пятой школе, я закончил её. Мне очень понравился уровень образования. Девочка всё лето готовилась к дню знаний. Учила алфавит, цифры, запоминала стихи и рассказы, которые ей пригодятся в стенах школы. А давайте-ка мы с вами поиграем со словами. Рассказать я буду рада вам, ребята, прошарады. Сентябрьское утро даёт старт новому школьному этапу и увлекает в новые неизведанные просторы знаний. Раньше всех на уютный дворик пятой школы спешат нарядные первоклассники. Из-за огромных роскошных букетов их почти не видно. Изволнованные родители спешили сделать памятные фотографии и запечатлеть счастливые лица своих детей. Настроение у всех праздничное, но всё же волнение незримо вплелось в атмосферу праздника. Особенно этот день волнителен для тех, кто впервые пошёл в школу. Ульяна Мишина хоть и волнуется, но всё же с нетерпением ждёт, когда же прозвенит долгожданный звонок. В школе будет интересно. У меня появятся новые подружки. Я очень хочу в школу, чтобы быть умным. В школе будут новые друзья и в школе будет очень хорошо. Когда я пойду в школу, у меня будет много друзей, много оценок хороших, много хорошего поведения. Там надо учиться и заниматься. Я хочу быть умной. В детских глазах искрится радость и любопытство. Вместе с тем есть и робость. Как всё будет. День знаний – не менее волнительные события и для родителей. Олеся и Михаил Мишины провожают свою дочь Ульяну в первый раз в первый класс. Вообще мы ждём, чтобы у нас всё будет хорошо получаться в новом году учебном. И в седьмом классе, и в первом. Старший ребёнок у нас учится в седьмом классе, поэтому немножко опыт есть. Мы рассчитываем только на хорошее. Очень волнительно. Ребёнок, он плачет даже от волнения. А так всё хорошо, красиво всё. Сама пережила, я чувствую, что раньше, наверное, в первый класс когда шла. Ну как, ребёнок, наверное, для каждого родителя значимого события. Вместе со школьниками и их родителями волнуются и учителя будущих первоклассников. Для Натальи Бондаренко 1 сентября – большой праздник, ведь она воспитала не одно поколение школьников. 30 лет я работаю в школе, поэтому все 30 лет, каждые 3 года сначала, а потом 4 года набираю первый класс. Но я надеюсь, что эти будут самые лучшие. Предыдущие ещё были лучше, перед теми ещё были лучше, поэтому самые лучшие дети – это наши. Смешанные чувства испытывают и будущие выпускники, ведь уже через год они навсегда простятся со школой и вступят во взрослую жизнь. Но это будет не скоро, а пока впереди – насыщенный учебный год, и школьный корабль готов нести ребят по морю знаний, полному увлекательных приключений и путешествий. – Да, это так волнительно, вроде последний класс, а вроде только вчера, год назад пошли в первый класс, такие маленькие такие. Эмоции переполняют просто. Хочется вроде и плакать, и смеяться, и веселиться. Вообще отлично, просто супер. Ожидание чего-то нового, уже последний класс, выпускной. – Не хочется уходить. – Да, не хочется уходить, страшно как-то. – Ну, хорошее настроение, 11 класс, наконец-то закончится. В этой школе чтят традиции, уважают историю и символы своего государства. Школьники смирно стоят под вы на знамени, поют гимн России и Кубани. Право поднять государственную символику было предоставлено активистам школьного самоуправления. Кириллу Хореву, Наталье Дорошенко и Роману Мурзинову. Затем почетное знамя школы было передано по традиции 11-класснику, отличнику Максиму Житскому. – Клянемся приумножать и развивать традиции школы. – Школьное знамя передать! – Школьное знамя передать! – С началом нового учебного года учителей, школьников и их родителей поздравила директор школы номер 5 Нина Катаева. Она пожелала ребятам, чтобы долгий путь по необъятной стране знаний для каждого стал добрым. – Вот и наступил этот день, день знаний, которого мы все с нетерпением ждем после лета. Мы все соскучились друг по другу, поэтому опять встречаясь в стенах нашей школы, мы все в этот день желаем друг другу здоровья, удачи. – Почетным гостем на торжественной линейке была заместитель главы района, начальник финансового управления Валентина Бахарь. Она пожелала школьникам смело покорять новые вершины знаний, а учителям терпения, мудрости и здоровья. – Сегодня у нас в стране день знаний. И по поручению администрации, по поручению главы администрации муниципального образования хочу вас всех поздравить с этим праздником. Пожелать вам всем крепкого здоровья, успехов на предыдущий год, чтобы наши первоклассники нашли здесь надежных друзей, верных соратников, которые будут им помогать все 11 лет. Наши старшеклассники успешно закончили этот год и успешно сдали ЕГЭ. Юные первоклассники открыли чистую страницу своей школьной летописи, перешагнули новую ступень жизни. Об этом и были их стихи на торжественной линейке. Ульяна Мишина училась их заранее, но все-таки очень волновалась перед выходом. Мне исполнилось 7 лет, и меня счастливее нет. Посмотрите, что за чудо! Первоклассный мой букет! Затем наступил торжественный момент. Прозвучал долгожданный первый звонок, ознаменовав начало нового учебного года. Это право было предоставлено самым юным ученикам школы, нашей героине Ульяны Мишиной и Артему Юрченко. После праздничной линейки дети прошли в обновленные светлые классы на первый в новом учебном году, а для первоклассников первый в жизни школьный урок. В этом году за парты в Славянском районе сели более 1300 первоклашек. Более 12 тысяч ребят 1 сентября сели за парты в школах нашего района. Надежда Неткачева, Георгий Калинин, программа События.